всем привет спонтанное такое видео сегодня без подготовки монтажа в нем скорее всего никакого тоже не будет вот заранее прошу простить не коленки которые периодически будут появляться в кадре на улице аномальная жара спасаемся как можем алиса какая погода в омске сейчас в омске плюс 35 весь день ясно в ближайшие два часа осадков не ожидается вечером плюс 35 а ночью плюс 23 спасибо всегда пожалуйста на яндекс музыки появился алиса стоп угомонись пожалуй значит что хочу сказать практически два года назад мной магазине красное белое красное и белое были приобретены вот такие самоделкины наборы для строительства из картона вот это такие черепашки ниндзя на инерционных механизмах то есть здесь моторчик 4 колеса оси и соответственно из них можно собрать 4 черепашек ниндзя купил я это порядка двух лет назад но так получилось что руки не доходили да и потом мы переехали и вот после переезда я их нашел был ну вот сейчас точно сниму из тех пор собственно прошел еще год соответственно только сейчас мы дорвались до них значит здесь 4 набора это четыре разных черепашки здесь у нас микеланджело леонардо рафаэль и донателло стоило это очень смешных денег если ничего не путаю рублей 50 каждый набор собственно она не мудрено здесь несколько таких плиток с картоном где заранее нанесены детали их нужно выдавить собрать модель и приделать оси ну начнем с кого давайте начнем с донателло все буду делать в лайф режиме может быть периодически что-то буду обрезать что-то буду так сказать монтировать перемонтировать но в целом в целом такой будет live формат сегодня прошу прощения за странные ракурсы дело в том что штатив мой командирован лежит у моего товарища в багажнике машины вот и ждет когда я его заберу черепашки ниндзя мое к ним личное отношение как и у любого мальчишки моих годов она очень личное персональное все мы в детстве их любили все в детстве смотрели для каждого свои каноничные черепашки кто-то любит черепашек 80-х годов я лично больше люблю черепашек 2003 года это там где у них зрачки белые были вы знаете процесс я так полагаю все-таки достаточно нудный поэтому момент сборки я все-таки буду ускорять вот с вами поделюсь впечатлениями вот у нас буклет здесь вариации какие бывают черепашки но у нас все четыре есть всех четырех мы сегодня соберем итак поехали собираем и так понимаю начинаем мы со скейтборда да да соберем скейтборд соберем нашего донателло а для вас пройдет всего несколько секунд ну чтож завершена сборка вот такие получились картонные черепашки что я могу сказать я сразу вспомнил детство сегодня причем не лучшие его времена поскольку в моем детстве очень популярны были такие вот конструктор издельные из картона в частности вспоминаю большие коробки чокупая в которые вложили вот такие мини модели каких-то зданий там например архитектурных каких-то сооружений эйфелева башни и так далее и тому подобное и тогда в детстве все это собиралось очень плохо все это было очень хлипко очень ломко и ненадежно собственно говоря с тех пор ничего не изменилось очень хлипкие конструкции очень ненадежная сборка это попросту картон не очень высокого качества не очень высокой плотности за этого все это развалится при первой же попытке поиграть из оборотной стороны упаковки вот из то из этих вот штучек делается вот такая вот оля рампа то есть дуга по которой машинку можно запустить сейчас попробуем да кстати инерционный и моторчик везде работает собственно единственное полезное что вы отсюда получите это 4 моторчик ну-ка заехали а съехать не получилось так ну я даже под съемок отдельных не вижу смысла делать я вот так вот буду просто подносить камере значит вот у нас донателло я не знаю но судите сами стоило это по моему рублей 50 если я не ошибаюсь но в целом вот я бы лучше не за мороженое купил или что-то такое но не стоит это вообще покупки вот в целом без претензий к магазину красное и белое отличный магазин и периодически у них отличные товары появляются разные интересные но вот это скажем так если вы покупаете это своему ребенку в качестве игрушки то это умрет в первый же день в первую же попытку поиграть если же вы вот такой старый гик фанат который все что ни попадя ставит на полке пожалуйста покупайте но не знаю насколько это целесообразно насколько это нужно и насколько вообще имеет смысл коллекционировать вот такие картонные штуки я знаю что это популярное направление знаю что многие люди коллекционируют собирают вот такие картонные конструкции видел много раз какие-то архитектурные опять же объекты какие какую-то военную технику то есть люди покупают собирают но вот в данном случае реализация два из десяти три из десяти поскольку все это очень хлипкая ломка и ненадежно посмотрите на эти соединения это не я такой неаккуратный это просто картон буквально прогибается под малейшими соприкосновениями это просто некачественный продукт вот и все в целом такой обзор получился в живом формате я не знаю насколько вам подобный формат понравится если да ставьте лайки как-то дайте дайте знать мне об этом может быть почаще буду делать ролики именно в таком разговорном формате вот ну собственно говоря на этом все думаете сами стоит или не стоит вообще подобная покупок хотя наверное мне кажется сейчас вы это и не купите поскольку это приобретено было мной порядка двух лет назад но тем не менее имейте ввиду если вы видите на полке вот эти вот сборные модели из картона 20 раз задумайтесь стоит ли но покупки из плюсов могу сказать что вот учли характеры донателло у нас такой улыбчивый собственно говоря рафаэль у нас достаточно серьезные злой я бы сказал леонардо здесь тоже изображен злой но на самом деле в вольфильме он таковым не особо являлся и майки у нас тоже вот такой вот беззаботный улыбчивый в этом смысле как бы постарались характер и попытались показать а на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч а